Посередине Средиземного моря есть дивный остров Кипр. И к нам через несколько секунд присоединится директор по развитию Международного департамента Москва Сотбис Интернейшнл Риэлти Ксения Сорокина. Ксения, здравствуйте. Я вас вижу, но пока не слышу. О, сейчас буду слышать. Добрый день. Все, вижу отлично, слышу отлично. Ну, давайте говорить с вами о именно кипрской недвижимости, которую в частности представляет Москва Сотбис Интернейшнл Риэлти. Начнем с того, как Кипр пережил, на мой взгляд, эти два месяца с точки зрения именно коммерческой недвижимости. Что произошло, что позакрывалось, что не позакрывалось, какие здесь новации есть. Пожалуйста. На самом деле хочется отметить достаточно положительную тенденцию, что Кипр, можно сказать, что совершенно спокойно пережил текущую ситуацию. На коммерческую недвижимость текущая ситуация повлияла наименьшим способом. Даже мы видим, что спрос на жилую недвижимость упал в то время, как на коммерческую, он скорее вырос. Стоит отметить также, что на Кипре есть программа получения второго гражданства, и непосредственно при инвестициях в коммерческую недвижимость также есть возможность получить второй паспорт. Да, немножко меняются условия, то есть непосредственно сумма инвестиций увеличивается, поскольку в пакете все равно должна присутствовать жилая недвижимость на 500 тысяч, но в любом случае основная сумма, то есть 2 миллиона, это может быть коммерческая недвижимость. Непосредственно в условиях закрытых границ, в текущей ситуации мы видели, что как инвестиции и стабильный доход в валюте, так и возможность получения дополнительного иммиграционного статуса, а если же все это есть в совокупности, ну, это самый ликвидный продукт, что пользуется наибольшим спросом. Плюс еще также, почему меньшим способом пострадала коммерческая недвижимость, поскольку тут все-таки клиенты выбирают только исходя из цифр по доходности и непосредственно стоимости. То есть если живую недвижимость все-таки клиенты чаще всего хотят ехать и смотреть, то коммерческую недвижимость мы запускали процесс покупки дистанционно. Тем самым непосредственно стоит отметить, что и внешний спрос на период пандемии не упал. Если мы говорим просто про разные сегменты, наиболее, ну, давайте, наиболее пострадавшую и наиболее интересную недвижимость на Кипре, гостиницы, кафе, рестораны, офисы, студенческие общежития, что, на ваш взгляд, сейчас, что, наверное, пострадало больше всего? Все-таки, может быть, в каком-то сегменте появилось сейчас больше предложений? Пожалуйста. На самом деле, ну, не хочется все-таки употреблять тут слово пострадало, потому что для недвижимости Кипра все-таки, ну, мы этого не отметили. Появились разные предложения, их действительно много, именно на покупку. Все интересны, просто все для разного инвестора. Ну, что действительно, может быть, сейчас еще не полностью функционирует, это отели. Да, поскольку все-таки границы закрыты, непосредственно туризм еще не развит в полной мере. Действительно, многие отели, ну, не многие, это, наверное, часть отелей, скажем так, пока закрыта, и мы ждем их открытия после полного открытия границ. Что касается других сфер, например, кафе, стрит-ритейл, они особо не пострадали. Да, в текущей ситуации арендаторы пошли навстречу и немного снизили арендные ставки, но в ближайшее время мы ожидаем, что это все вернется. И хочется отметить также, что практически ничего не закрылось. То есть, да, приостанавливало работу, но именно с точки зрения съезда арендаторов это, можно сказать, единичные случаи. Кафе, рестораны полностью возобновили свою работу. Да, опять же, посетителей не так много, но все-таки мы ожидаем отложенный спрос как и на туризм, так и на посещение развлекательных заведений, потому что тогда откроют границы, скорее всего, большинство туристов, большинство россиян и туристов из других стран захотят поехать. Кипр все-таки также ожидается, что будет очень популярной с точки зрения туристического потока со стороны россиян, благодаря и комфортной транспортной доступности. Но все-таки, что Кипр уже давно является излюбленным местом для россиян. Что касается офисных помещений. Следующий сегмент, который также очень популярен на Кипре. Почему популярен? Поскольку начинают открываться представительства крупных международных компаний, а офисов на Кипре до последнего момента было не так много, а особенно офисов класса ААА. Тем самым спрос на такие продукты очень высокий. И что касается арендных ставок, государство, правительство пошло навстречу бизнесу, и тем самым бизнес не сильно пострадал в текущей ситуации. Конечно, да, произошли, несомненно, какие-то изменения, но они не являются глобальными, а скорее связаны, ну, с условно, скажем, отложенными платежами и снижением ставок. Вы сказали, что появились новые предложения. Если появились, то в каком сегменте? Вот что можно купить сейчас, чего нельзя было купить 2-3 месяца назад? Смотрите, ну, тут скорее не 2-3 месяца назад, а, наверное, 2-3 года назад. Это вот именно офисы премиум класса. То есть сегмент действительно высококлассных офисов в центральных локациях, которые соответствуют требованиям, ну, таких компаний, как, условно, PricewaterhouseCoopers и аналогично. Для больших компаний, которые все-таки запрос на офис стоит достаточно высокий, и планка у компании достаточно высокая, потому что офис также будет являться представительским. Тем самым такой сегмент активно развивается. Мы действительно видим, что таких проектов пока еще немного, и все равно остров испытывает нехватку в них. Плюс мы также видим по аналитике, по статистикам, что на коммерческую недвижимость, на офисные помещения, на строительство выдается намного меньше разрешений, чем на жилую недвижимость. Тем самым нехватка предложения, и оно при этом большой спрос, конечно, делает этот продукт инкурентоспособным. Скажите, ну, вот то, что вы сейчас заметили, ну, если там, опять же, идешь по Кипру, да, то есть вот с коллегами из вашей не из Германии говорили, говорили из Эмбиратов, они сказали, что, ну, есть, встречаются надписи, там, сейл, там, или, ну, их, не сказать, чтобы много. Если мы говорим о Кипре, вот идешь по улице, вот видно, что было, закрылось, продается, или сдавалось в аренду, арендатор съехал, ищут нового. На самом деле, вот, действительно, скорее нет, то есть то, что, в принципе, продается, то, что хорошее, с хорошей локацией, с долгосрочным договором аренды, оно продавалось всегда, то есть в зависимости тоже от цены. Единственное, что хочется отметить, что, конечно, на некоторые объекты можно было согласовать специальные условия, дополнительную скидку, поскольку все-таки собственники, они много боялись, да, что не будут покупать при закрытых границах, дистанционно. И поэтому вот пик пандемии, это был действительно достаточно хороший момент, когда можно было купить по цене с выгодными условиями. То есть сейчас ситуация уже начала меняться, то есть люди успокаиваются, и тот, кто хотел, тот немножечко уже опоздал. После того, как карантин на Кипре закончился, да, действительно, ситуация начала меняться, и рынок вернулся на прежнее русло. Скорее всего, мы даже отметим увеличение цен как на жилую, так и на коммерческую недвижимость, поскольку, опять же, еще раз напомню, что есть паспортная программа, которая также подогревает интерес, и уменьшение ее сроков до шести месяцев. И непосредственно возможность получения гражданства ЕС, а сейчас многие люди поняли, что это действительно необходимость, и тем самым и рост цен на недвижимость немного, но может расти. Скажите, если уж мы заговорили о гражданстве, все-таки, ну, понятно, есть цель инвестиции, есть цель получения паспорта. В случае с Кипром, не получается ли так, что инвестиции это постольку-поскольку, потому что все-таки, ну, не самое такое мощное инвестиционное направление. То есть люди ищут паспорт, люди, второй паспорт, люди хотят получить гражданство, или там, ну, допустим, БМЖ, ну, и уж поскольку вся эта история завязана в том числе на инвестиции, ну, должна быть, то уж ищем вариант для заработка. Или есть те, кто ищет, ну, просто исключительно? Ну, по большей части, конечно, люди хотят использовать это как комбинацию, то есть приобрести и очень выгодно, и при этом получить второе гражданство. Есть те, кто, как вы сказали, да, все-таки в первую очередь это паспорт, и, ну, пускай уж, ладно, буду получать доход, а есть все-таки сейчас тот процент клиентов, которые рассматривают Кипр только с точки зрения инвестиций, поскольку действительно в последние годы экономика значительно растет, видно большой приток иностранных инвестиций, непосредственно открытие крупных компаний, развитие студенческой жизни, и тем самым, да, уже некоторые инвесторы начинают рассматривать Кипр только для инвестиций. Хорошо. Еще есть тот процент клиентов, которые уже ранее купили недвижимость для паспорта, немножко познакомились сами с островом изнутри и уже, опять же, обращаются для повторного приобретения только для инвестиций. Если мы говорим об инвестициях, это все-таки в первую очередь чисто пассивный доход Кипр на ваш взгляд предлагает, или, ну, там, попробуй что-нибудь открыть свое, поиграться с этим, или... Ну, по большей части все-таки это пассивный доход, да, особенно сейчас, клиенты предпочитают, если мы говорим о коммерческой недвижимости, проекты с, ну, условно, долгосрочным договором аренды от пяти лет и выше, непосредственно, опять же, да, с хорошим арендатором, который стабильно зарекомендовал себя на арендном рынке, скажем так, и тем самым, да, уже используя недвижимость как пассивную инвестицию. Конечно, есть те, кто хотел бы сам и переехать, кто покупает для себя, для открытия какого-то своего бизнеса, но таких, откровенно говоря, ну, на нашей практике все-таки меньше. Окей. Давайте тогда сразу перейдем вот к тем вариантам, которые в текущих условиях, ну, вам и вашей компании показались наиболее интересными. Пожалуйста, смотрим. Это у нас ОАЭ, а вот у нас Кипр. Пожалуйста, офис с гарантированным арендным доходом. Несколько слов об этом. Мы, на самом деле, да, здесь предложили два предложения. Они подходят под получение паспорта, также гражданства Кипра. Есть в данном проекте также вариант меньшей площади, но эти, на наш взгляд, показались наиболее интересными, поскольку, опять же, могут удовлетворить цели и задачи многих клиентов. Что здесь является наиболее интересным для инвестора? Это возможность гарантированного выхода из инвестиций. То есть при покупке такого объекта непосредственно текущий собственник также подписывает с инвестором договор о гарантированной опции выкупа через пять лет. Пять лет непосредственно, да, срок необходимости владения и недвижимости для получения гражданства. Проект уже с арендатором, с долгосрочным договором аренды. Тут площадь 464 квадратных метра, хорошая локация Лимасолу с доступом к автомагистрали, ко всей инфраструктуре. И непосредственно такие продукты пользуются очень высоким спросом, и именно поэтому текущий собственник готов подписать договор на обратную опцию выкупа. Это очень хороший проект для тех, кто хотел бы максимально пассивные инвестиции. Для тех инвесторов, опять же, кто не хочет выходить из инвестиций и все-таки по большей части рассматривает Кипр, как мы сказали, вот с точки зрения именно инвестиций, то тут у нас есть более высокая доходность. 6% на три года гарантированно, что, в принципе, на 1% выше средней по рынку. То есть в среднем офис Кипра коммерческая недвижимость показывает доходность от 4 до 5,5% в зависимости от объекта, от арендатора. Здесь же мы видим 6%. Значит, еще разочек. Я могу заключить договор на 3 года 6%, мне гарантированно выплачивают 6%, через 3 года я гарантированно этот объект должен продать. Нет, смотрите, если вы заключаете на 3 года 6%, то вы дальше перезаключаете, опять же, или на гарантированную доходность, или на рыночную. А если вы заключаете на 3%, на 5 лет, то тогда, да, вы гарантированно его продаете под дне покупки. А, простите, еще разочек, я обязан его продать в этом случае или могу продать? Можете продать, но собственник гарантирует, что он вас выкупит при вашем желании. Цена продажи 2 миллиона 400 тысяч. Ну, то есть это вот как раз история под гражданство, но надо понимать, что в этом случае я должен купить еще на 500 тысяч. Жилую недвижимость. Я правильно понимаю, что это какой-то новый проект, или уже в известном здании просто освободились какие-то площади? Смотрите, это в известном здании. Площади не освободились, они просто продаются. То есть непосредственно собственник здания, да, хотел бы продать пока часть площадей. Арендаторы там уже достаточно давно, с долгосрочными договорами аренды, и помещения в этом здании очень давно не освобождались в принципе. То есть все арендаторы, которые заезжают, подписывают долгосрочные договоры аренды и не съезжают, поскольку хорошая локация и комфортные арендные ставки для арендаторов. Хорошо, давайте смотреть второй объект. Смотрите, второй объект, он тоже по аналогичным условиям. Почему мы показываем именно эти варианты? Поскольку, на наш взгляд, это уникальный продукт на Кипре. Есть еще, несомненно, большое количество предложений и разных по площади, и разных по самой структуре объекта. Но здесь уникальность обратной опции выкупа, она присутствует, поскольку на Кипре такого практически нигде нет. И тут это продукт уже более большой по площади, в соседнем бизнес-центре. И хотелось бы отметить сразу, что этот проект подойдет от гражданства на две семьи. То есть на два кейса есть возможность купить вот этот офис и непосредственно использовать его для получения паспорта именно двух кейсов семей. Принципиальные условия здесь практически те же самые? Ну, то есть принцип такой же? Принципиально, да, они аналогичные, но это, можно сказать, вот такие два условия, как эксклюзивные на Кипре. Скажите, все-таки на ваш взгляд, вот эта доходность, там 3%, 6%, вы сказали, что средняя 5%. Когда вы говорите о средней 5%, это имеется в виду именно на офисную недвижимость или, в принципе, если, ну, там нормальный, хороший, среднестатистический? Будь то магазин, складывай, что-то. На коммерческую недвижимость, да, если она с ликвидной локацией, непосредственно с договором аренды с хорошим, то тут, да, мы можем говорить о 4-5,5%. То есть в этих рамках варьируется доходность на коммерческую недвижимость. Она чуть-чуть выше, чем в среднем на жилую, потому что жилая недвижимость, доходность тут у нас стандартно 3-4%. Коммерческая, да, тут доходность немного выше. Ну, вот тут как раз я хотел бы дать еще про жилье немножечко тогда поговорим, раз уж мы этого вопроса касались. Вы сказали, что по жилью, вот, ну, почему мы говорим о жилье на Кибре? Во-первых, ну, жилье – это тоже пропуск в гражданство, безусловно, покупка жилья. А во-вторых, ну, поскольку на Кибре можно купить сразу несколько объектов под программу гражданства, на жилье тоже зарабатывают. А вы в начале нашего разговора, Ксения, сказали о том, что рынок жилой недвижимости, ну, не то что пострадал, он как-то трансформировался в большей степени. Можно несколько слов тогда об этом? В чем это заключается и какие тенденции вы видите по жилью? Рынок жилой недвижимости действительно, он, можно сказать, не трансформился, но немножко приостановился на период пандемии, потому что все-таки для покупки жилой недвижимости чаще всего клиенты хотят посмотреть, что они приобретают, потому что тут чаще всего мы видим сочетание приобретения для получения гражданства или ПМЖ, для инвестиций и для собственного отдыха и проживания. И, соответственно, когда люди хотят сами находиться, проживать в этом, в доме, в апартаментах, они хотели бы видеть и понимать, что они приобретают. С тем учетом, опять же, да, что границы были закрыты, что мы не могли позволить себе поездку. Рынок жилой недвижимости, да, он чуть больше остановился, но при этом были также клиенты, которые приобретали дистанционно. Мы организовывали полную онлайн-трансляцию объекта, проезжали по соседним местам, показывали, что есть рядом, какие магазины, рестораны. Все это мы показывали, и при этом, опять же, плюс, что мы могли согласовать в более комфортные условия для клиента. То есть, может быть, или дополнительная скидка, или пакет мебели в подарок. Также были предложения с опцией возвратного резерва, то есть это резерв на определенный период времени, и, в принципе, этот срок достаточно долгий, часто он достигает 3-4 месяцев, то есть мы надеемся, что уже границы будут открыты. Но при этом резерв был сделан на более выгодных для инвестора условиях. В двух словах, раз уж мы заговорили о возможности приобрести удаленные и о покупке коммерческой вечности, как происходит схема на Кипре сейчас, покупки удаленные? Ну, потому что пока все равно, видите, уехать не можем. Да, я думаю, чтобы ваши слова оказались правильными через пару месяцев. Вся бы история упростилась, но как сказать, что это будет? На самом деле, именно процесс покупки недвижимости, он мог быть осуществлен дистанционно уже, в принципе, достаточно давно. То есть это простая схема, которая делается через доверенности, через счета юристов. Тут никаких сложностей нет. Единственное, с чем все-таки по-прежнему приходится подождать, это уже с запуском процесса оформления гражданства. То есть непосредственно для сдачи биометрических данных все-таки требуется поездка на Кипр. Но запустить процесс, познакомиться с рынком недвижимости, выбрать или уже приобрести объект, это все можно сделать удаленно. Окей. Ну и тогда давайте уже в завершении все-таки такой вопрос. Вот, предположим, человек не рассматривает сейчас историю с гражданством. Ну, то есть для Кипра это не совсем типично, но все равно, ни гражданство, ни менеджер. Его интересуют исключительно инвестиционные возможности, он смотрит на коммерческую недвижимость. Как ему правильно действовать? Можно ли сказать, что сейчас появляются какие-то особые варианты? Или все-таки нынешняя ситуация практически не отличается от ситуации трехмесячной, и не надо просто понимать, что вот проценты, которые вы заявили, там, ну, 3, 4, 5 в некоторых случаях, если повезет, то чуть больше. Или, ну, все-таки невозможно, говоря о коммерческой недвижимости Кипра и о доходности Кипра, вычеркнуть из головы вот эту историю, связанную с ВНЖ гражданством. И если ВНЖ гражданство неинтересно, лучше обратить внимание на что-то другое. Опять же, нет, такие клиенты есть. Есть те, кто рассматривает Кипр непосредственно только для инвестиций. Часто, да, это уже люди с каким-либо иммиграционным статусом на Кипре, будь то ПМЖ или гражданство. Но и те, кто смотрит только для инвестиций, есть. Сейчас, конечно, еще хорошее время для выгодной покупки, поскольку все-таки еще не все работает, да, и границы закрыты, прилететь на Кипр сложно. Можно попробовать согласовать более комфортные условия именно по цене покупки. То есть, когда откроются границы, рынок вырастет, скорее всего. Да, немного, но цены могут увеличиться. Что для коммерческой недвижимости, для тех, кто хочет ее купить, нет смысла ждать, поскольку, ну, нет необходимости, да, для просмотра при покупке коммерческой недвижимости. Тут нам нужны более расчеты по доходности, информация об арендаторе. И какая-то базовая информация по самому помещению, по зданию, чаще всего многим достаточно. И нет смысла ждать, когда цены подрастут, поскольку по прогнозам, по аналитическим материалам цены подрастут, и спрос на второй паспорт увеличится, что тем самым, опять же, спровоцирует рост цен. Скажите, кстати, вот такой момент. Вот те объекты, которые вы здесь представили, я их еще раз давайте покажу. Это вот предложения, как бы, ну, с сегодняшнего дня они появились в последние месяцы, или, по большому счету, кризисными предложениями их назвать нельзя, они были и раньше, просто, ну, сейчас там расцвели по новой. Смотрите, нет, вот эти предложения, они действительно условно специальные предложения, поскольку, еще раз повторюсь, что предложение с гарантированной опцией выкупа на Кипре практически не было. То есть, в принципе, они появляются очень редко, и это совершенно нетипичный вариант. Да, с точки зрения доходности, которая чуть выше рынка, такие варианты еще мы можем найти, но именно с гарантированной опцией выкупа они единичны. И причем эти предложения, если они на Кипре есть, они принципиально все-таки в сегменте офисной недвижимости. То есть, там, по 3D, по 3D, по 3D, вряд ли что-то можно найти. Да, все верно. Но складские помещения, коммерческие, также некоторые наши клиенты спрашивают, они пользуются спросом, но тут условия обычно все-таки классические, это непосредственно долгосрочный договор аренды, и ликвидный хороший объект, если там склады, то это ликвидное расположение объекта. Окей. Ну и тогда мы кратенько упомянули в самом начале ваш прогноз по поводу гостиничного сектора. Понятно, что, да, там туризм в той или иной степени восстановится, но все равно, пока он восстановится, как раз и возникают обычно те возможности, которых нет в обычное время. Вот появляются ли сейчас у вас на продаже какие-то небольшие мини-отели или что-то более серьезное? Что это такое? Если это есть, то все-таки прокурорное направление тоже. Смотрите, тут чаще идет, вот если мы говорим об отельном сегменте, особенно о крупных отелях, работа по запросу клиента. То есть если клиент хотел бы купить отель непосредственно сейчас, мы уже общаемся с собственником и согласовываем какие-то условия. Поскольку отелей на Кипре, в принципе, продается не так много. Да, они есть, сейчас можно согласовать, опять же, повторюсь, минимальную скидку, но в массовом порядке продажи отелей нет. Сейчас нет, мы ее не видим, поскольку все-таки действительно мы правильно сказали, что туризм на Кипре – это очень важная сфера в экономике. Ну, все рассчитывают на ближайшее время, начало восстановления этого процесса, тем самым, скажем так, кризисных предложений на рынке не появляется. Что касается небольших проектов, как апарт отелей, да, они есть, такие предложения на рынке присутствуют, но сказать, что это сильно низкая цена, к сожалению, мы не можем. То есть ситуация практически не изменилась в этом сегменте за последние 2-3 месяца? Нет. Ситуация не изменилась, и цены практически остаются прежними. Ситуация тут больше изменилась действительно для арендатора, с учетом согласования о пониженной арендной ставке и отсрочке платежей. С точки зрения сделок по купле-продаже, нет, ситуация на рынке практически не изменилась. Ну, и, соответственно, может, прогноз, в ближайший месяц, там, 2-3, там, до конца года ждать чего-то здесь, каких-то сильных подвижек вряд ли стоит или что-то можно? Мы думаем, что ждать сильных подвижек вряд ли стоит. Скорее это будут единичные минимальные продукты. И, скорее всего, если это будет, то они выйдут на рынок до момента открытия границ. Понятно. Ну, что ж, дорогие друзья, Ксения Сорокина, директор по развитию Международного департамента Moscow Sotheby's International Realty. Контакты с компанией Moscow Sotheby's International Realty я попрошу сейчас опубликовать в нашем чате. Пожалуйста, обращайтесь, естественно, не только по КИПу, потому что Moscow Sotheby's работает со всем миром. Так корректно можно, наверное, сказать. Ну, что ж, Ксения, спасибо вам огромное. Да, Филипп, большое спасибо. До встречи. Ну и потом буквально от меня несколько слов, дорогие друзья, в завершении. Мы завершаем наш очередной вебинар. На следующей неделе мы вновь будем говорить о Кипре, но уже чуть больше, даже не только о гражданстве, о всяких нюансах и программы гражданства, и о вопросах, связанных с приобретением недвижимости. Представим объекты в городе Пафс от крупного застройщика. Компания Dominica Group представит свои предложения и ответит на ваши вопросы по нюансам, которые, может быть, в силу каких-то причин для вас еще остаются загадкой. Это первое. Второй момент. До конца недели у нас будет представлен список всех последующих вебинаров, то есть вебинаров на вторую половину июля. Как я уже говорил, в основном мы будем говорить о том, к чему же, собственно, пришел рынок, какие предложения на рынке есть сейчас. Ну, надеюсь, что это именно то, что сейчас более всего актуально, ну и ждем, конечно, по крайней мере в России, ждем открытия границ. На этом прощаюсь с вами, Филипп Березин, приандру недвижимость за рубежом, все наши контакты перед вами. Встретимся на вебинарах и на страницах нашего портала. Всем здоровья, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok